Недавно сообщалось, что самолет пятого поколения Су-57 будет оснащен гиперзвуковой зенитной ракетой Вимпел Ар-37М, Борис Абносов, директор корпорации тактические ракеты, КТИФ подтвердил эту информацию. В июле Министерство обороны России сообщило, что Ар-37М проходит свои окончательные испытания и вскоре будет принято на вооружение. Ар-37М является единственным в своем классе ракетой, способной похвастаться дальностью свыше 300 км. Для сравнения, Асам Рам Эйм-120Д имеет максимальный радиус действия чуть более 180 км. По сравнению с предшественниками, версия Ар-37М может похвастаться новой системой наведения и уменьшенным весом, что позволяет устанавливать ее на небольших платформах. Первоначально она была предназначена для оснащения модернизированных перехватчиков МиГ-31. Ожидается, что ракета станет основным оружием Су-30 и Су-35. Максимальная скорость ракеты 6 махов. Вместе с активной системой самонаведения ракета представляет огромную угрозу для истребителей всех классов. Эта ракета дает российским боевым самолетам преимущество над любыми боевыми самолетами НАТО как по скорости, так и по достижении цели. Никакая другая ракета в текущем инвентаре блока не может сравниться с ней. После того, как Ар-37М войдет в серию, это откроет уязвимость, которая останется до тех пор, пока США и другие ведущие члены НАТО не смогут вести в действие ракеты класса «Воздух-воздух», превосходящие российскую разработку. Ар-37М может атаковать цели на высотах от 15 до 25 тысяч метров, она может поражать стелс-объекты, такие как F-35, в диапазоне 190 километров. Причем F-35 не сможет избежать столкновения. По данным российских СМИ, в сентябре 2018 года ракета была запущена с МиГ-31 и перехватила ракету-носитель Армавира РМ-75 во время учений в Забайкалье. Армавира имитировал высокоскоростную баллистическую мишень. Его эффективное радарное сечение составляет 0,1-0,4 кВ. Скорость Армавира составляла от 2500 до 50000 коч. Ар-37М потребовалось всего 5-7 секунд, чтобы перехватить цель с расстояния 30 километров на высоте около 9 километров. Таким образом, подчеркивает стратегик Калча, F-35, которыми так гордятся в США, будет легко уничтожен новейшей российской ракетой класса воздух-воздухар-37М. Субтитры создавал DimaTorzok